Привет, друзья! За долгие годы существования группы ДДТ у нас скопилось немалое количество видеоархивов. Сейчас концертов пока нет, поэтому мы решили потихонечку показывать вам наши путевые заметки. Тогда еще блогеров не было, они еще нервно курили в школьных туалетах. Снимали мы допотопными для сегодняшнего дня камерами. Простите уж за качество. Но, может быть, вам будет интересно. Первая серия об Афганистане, где я побывал с друзьями в 2002 году. С тех пор мало что изменилось, я думаю. Осталась вечность и актуальность. Ранняя весна 2002 года. Вскоре после того, как талибов вытеснили из Кабула в горы и фактически бои в городе закончились, меня пригласили друзья из МЧС, которые при поддержке ООН развернули там нашу гуманитарную миссию. Добро пожаловать в XIV век по афганскому летоисчислению. Аэропорт Кабул. 12 лет прошло после нашей войны. А мы здесь, в Кабуле. Тоже привет. Владимир Яковлевич Борейко. Советник международного отдела МЧС. Ох, с Володей мы познакомились еще в Чечне. Потом вместе были под бомбежками в Белграде. А теперь вот Афганистан. А вот стоит наш самолет. Какой марки, Володей? Ой. Ух ты. Ну и смотри, и запчасти не украли. Нормально. Подъезжаем к нашей базе МЧС, где расположился гуманитарный фонд Российской Федерации в исламском государстве Афганистан. Салям алейкум. А вот мой друг Олег Никулин. Служил в Афганистане с 83 по 85 год. Олег душа человек. Пишет песни. Мы много где с ним побывали. Давали шефские концерты на дальних заставах. Олег художественный руководитель творческого объединения ветеранов Санкт-Петербурга «Храм мира». Виктор Сотников тоже воевал в Афганистане. А в тот момент он работал в Центре операции особого риска МЧС. А здесь жил в этом доме Талиб, да? А кто он такой был? Начальник пограничной стражи Талибана. Смотрите, какой дом. Солнце, весна. Да уж, начальство Талибанское жило во дворцах, а народ, как и прежде, ютится в глиняных бараках. Вот так развлекается детвора больше не меньше. Детвора здесь самые популярные развлечения. Змеи запускают. Змеи запускают деды с бородой. Да, деды. Вот так вот. Дед с бородой, да, что живут. Я стараюсь 16 лет, так не знаю, не правда, получится. Лышка. Там бассейн был когда-то. В этой древней крепости, которая тогда была заминирована, уже после вывода наших войск в 89-м году, еще какое-то время держали в плену несколько наших солдат. Вот это мирное утро в Афганистане, в Кабуле. Американцы, которые тогда только вошли в Афганистан, были, конечно, на измене. Всего боялись. И когда мы оказались случайно около их какой-то секретной базы, страшно переполошились. Выскочили потом, начали с нами выяснять отношения, кто мы, что мы. Ну, в результате добродушно были посланы до три известные буквы. Да, а мы по Кабулу ходили спокойно, потому что на этот раз приехали с миром. Жень! Обкусай! И Олег Никулин у ворот этой перепуганной американской базы развернул флаг Афган-Вета. Символ боевого братства петельских афганцев. Да, а вот посмотрите, здесь действительно все воины со всех сторон. И паштоны, и наши. Мир и дружба, однако. Вообще, друзья, я удивлялся мирным настроением простых афганцев. Как они бедно и устали от этих войн бесконечно. Народной, ридной афганской земли, на которой в свое время, 20 лет назад, он 18 лет 20, да? Сагали по этим тропам. Да. Только он сержантом, а я лейтенант. Здорово. Женщины и дети везде, где мы останавливались, подходили к нам и просили милостыню. Да, друзья, бедность я здесь увидел удручающую. Когда мы им давали что-то от доброты душевной, я обратил внимание на маслянистый коричневый цвет их ладоней. Это говорит о том, что все они подрабатывают на героиновых плантациях. Собирают мак. Да, по данным международных организаций, в Афганистане производится до 90% опиума, поступающего на международный рынок. Огромный наркотрафик. Тысячи гектаров засеяны маком. Кроме бандитов, которые получают с этого огромные дивиденды, простые люди там работают, потому что больше им заняться фактически нечем. Нет ни производств, ничего особенного. Выживают люди. Да уж. Ради справедливости должен заметить, что при советских войсках, которые были здесь, и правительстве Наджибулы, такого наркотрафика не было. Все это началось уже с приходом полковых командиров, талибов и так далее, которые развернули этот бизнес. Слово «Афган» с персидского означает молчание или безмолвие. А с тюркских языков, если перевести «ауган», то есть ушедший, скрывшийся, согласитесь, очень похоже. Очень похоже на реальность. Ушедший, скрывшийся, молчащий, полное безмолвие. Дыра времени. Времени здесь не существует. Оно остановилось. Кстати, Заратустра, которого мы все знаем, жил и умер в Балхе, в Азербайде. То есть он был отсюда. Да, на этой земле всегда воевали. Кого только не было здесь. И греки, бактрийцы, и селивкиды потом, парфянская империя. Во втором веке Кушанская империя, которая стала большой покровительницей буддийской культуры. Ее смели сосаниды в третьем веке. Потом были гуны, эфтолиты. Тюркский каганат в шестом веке. В седьмом завоевали эту землю арабы. В десятом – тюрки. В тринадцатом веке произошло нашествие Чингисхана. В четырнадцатом веке все это лежало под властью Тимура. В шестнадцатом-семнадцатом веке империя великих моголов и Бухарское царство. Британия, Советский Союз, радикальный Талибан, теперь американцы. Думаешь, смотря на этих людей, бедных, исполненных такого философского отчаяния в борьбе за выживание, бесконечные, думаешь, ну когда же Всевышний вам подарит мир? Когда будет мир на этой земле? Справа вы можете видеть Кабульский стадион, где талибы устраивали показательные массовые казни. Не так давно, кстати. Самая популярная расправа у них называлась «Диагональ». Это тогда, когда человеку отрубали, допустим, правую руку и левую ногу. Или наоборот, чтобы он не смог потом, если выживет, не ходить, не работать. Вот такая у них была цивилизация. Слева вы видите прострелянный элеватор, уже без хлеба. Кстати, почти все архитектурные памятники, существовавшие еще при нас, в Кабуле, и после ухода наших войск, в такой кровавой борьбе за власть между полковыми командирами, были разрушены. Почти ничего в Кабуле исторического не осталось. Одна разруха, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зло ничего не создает. Зло сжигает. Это дровами торгует. Навес, да. А вот таксисты дерутся за место на стоянке. Прям как у нас в 90-е. Подъезжаем к дворцу Амина, где и началась наша афганская война. Охранники, не понять кто, требовали подарки, то есть бакшиш по-афгански. И с меня один чувак снял очки. Когда я стал возмущаться, мне друзья сказали, не рыпайся, Юра, а то расстреляют нас всех чертовой матери. Да, слава богу, он понял, что очки ему не подходят, они от близорукости. И он ничего не видит. Отдал их обратно. Позже мы откупились водкой и закуской. Ребята это все приняли благосклонно. Да, случилось все, как в старом анекдоте. Ограбить-то ограбили, но побить-то, блин, побоялись. Видят, компания. Сейчас буду заходить вовнутрь, через центральный ход причем. Вот эта история наша. Значит, мы находимся в бывшей дворец Амина. Евгений Иванович Кулиш. Замечательный человек. Прошел всю войну. От звонка до звонка. И до сих пор трудится в Афганистане. Сейчас он генконсул в Мазари-Шарифе. Образованный, эрудированный. Знает массу языков. Разговаривает на местных диалектах. Фактически без акцента. Место его даже и тогда принимают за своего. Женя, кладезь информации. Душа и история этого места. С 79-го года, после того, как был взят дворец Амина, здесь был штаб 40-й армии, который здесь начинался с 1980-го года и по 89-го. И танк мне зарисовал. Кладезь Амина, который брали на это. Да-да, смотри. Не, вообще здание, кстати, в неплохом состоянии. Пиши, пиши, Волк, я снимаю. Странные чувства меня посетили, пока я бродил по этому зданию. Печаль какая-то. Печаль. Кипела жизнь здесь когда-то. Да. И все время в голове крутилось стихотворение, которое я в то время сочинял. Про единочество. Когда един. Когда ты единочество. Стреляющих теней. Этот дворец – склеп ушедшей цивилизации. Это вот здесь наша стояла армия. Да. Ребята, мы кем-то покажем. Вон Вониторг стоял. Вониторг стоял, да. Где Вониторг стоял? Вон он перед тобой и кафе. Видишь? Вот прям вот это. Вот туда прям. Семей, охранника Семей. Он без ноги. Да. Он на этом самом-то протезе, который зали. Какие спички? А что ты говоришь? Вот ты не забываешь. Афганистан. Афганский парень, совсем молодой, но воин. Потерявший ногу, подорвавшись на противопехотной мине. Посмотрите, какие точные глаза. Много всего пережившего человека. АТС. Представляешь, телефонная станция армейская. Генеральская, да. Оперативная группа Генерального штаба Дмитрия обороны. Вот этот дом. А, вот маленький. Маленький двухэтажный. А, снимаю. Это наша, да? Наша? Ставка варенька. Варенька. Варенька, да. В каком году? В 87-й, 88-й. Который на позиции потом был. Не атаковали духи-то? Нет. Ну, обстрелили там. Иногда? В оружии, да. Ну, в принципе, здесь практически, будем так называть, неприступная грибость была. Ну, это видно. База 40-й армии. Да, мало что осталось. А ведь еще вчера здесь рапортовали об успешных операциях, звонили телефоны, бегали денщики, оплакивали погибших. Разливали зеленый чай и кое-что покрепче. А откуда здесь немецкие-то каски? На это им немцы поставляли. Немецкие каски, когда у нас были хорошие отношения с Советским Союзом. Нет. Контрибуция из Германии после тех времен была поставлена. Мы не знали, куда их делать. Ага. Поставили афганцев. Афганская армия. Афганская армия, да. И они практически сходили в немецкие каски. Надо же. Вообще, касок и разного железа здесь валяется много. Как и мин спящих. В этой пустынной местности дождей мало. И поэтому ничего фактически не ржавеет. И дворец Амина. Вот он, да. Сколько здесь крови полито. За прошлый Олег. Перевамлик бывший дворец Эмира Аманулы. Эмира Аманулы, который установил Советским Союзом отношения в 20-м году, 20-21 год, который признал впервые, признали Советский Союз, а в свою очередь Эмира Аманулы признал, мы признали Афганистан как независимое государство. В 20-м году? Да, 20-21 год. 2021 год. Как они нас? Чтобы преследовать просто. Дворец представлял собой. Здесь находились сосны, арча. Все здесь росло. Работал фонтан. Вот. Практически весь дворец был... Вековые деревья здесь стояли. В настоящее время все вырублено, ничего нет. Ну, два дерева осталось. Ну, не вековых, да. И маленький мальчик. Когда-то здесь был сад. Вот. Наши советники находились практически в второй этаж, вот начиная, вот здесь. Вот здесь, да? Да. Второй этаж, столовая была, и третий этаж, конференц-зал. Сюда приезжал Лев Лещенко, Юсиф Кобзон, давали концерты для группы военных советников. Розенбаум. Розенбаум, он в основном в 40-ую армию приезжал, но для военно-советников здесь собирался народ так далее. Юсиф Кобзон очень любил 40-ую армию, вот штаб, который здесь находится, вон на горе. Вот там давал концерты. А вот дальше находился артиллерийский полк, вот туда приезжал. Концерты давал по 2-3 часа, прямо на солнце. Ну, человек работал наизнотный. Какая акустика, а? Он 10 лет и был. А там кто, кто там, Гутарин там, смотри. А там ребята бегают. Он дворец Амина, Бе-52 пошел, разворот, боевой разворот, ребят. Да, боевой, да. Американцы в это время сбрасывали объемные бомбы в районы пещер, где укрывался Талибан. Это вы видите сейчас перед собой памятник нерешимой афгано-советской дружбы. Российский район, где жили наши дипломаты и строители. И здесь было все. Кинотеатр, хлебозавод, школа и даже зоопарк. Говорят, выжил медведь, которому Талибы после почему-то отрубили нос. Вот, ребята, это бывшая советская посольство. Все разрушено, все разрушено. Строили мы здесь действительно много. От детских садов до заправок. Все разрушено. Почти все. Кроме заправок. Выше нашим, в том, советской новой культуры. Это видно сразу. У нас таких много стоит. Да, да, да. Здесь когда-то тусовались и англичане. Тоже хотели по-своему цивилизовать афганский народ. И как-то ночью здесь был вырезан целый британский корпус. Чего завоевать нельзя. Эта стена построена Александром Македонским. И Александр Македонский здесь был. Вы видите эту стену. Защита такая его от варваров. Тоже ничего не вышло у этого гениального, как говорят, полководца. Афганистан, да. Вообще, друзья, ничего ни у кого не вышло. Потому что у афганцев, если ты воин, ты человек. Если нет, то хрен собачий. И воевать с ними бесполезно. Многие пытались. Ничего не вышло. Саламу алейкум. Офигенный. Ряды, посидите, посидимай. Подойдем. А вон что? Это тысяча, а это по пятьсот. По пятьсот? Чего? Доллары? Афгани. Афгани. Ну давай, ладно, возьмем. Что мы купили у него, трудно было понять. Вроде бананы какие-то. Но посмотрите на глаза ребятишек. Пытливые, живые, полные надежды на будущее. Жителей в Кабуле на данный момент около трех миллионов. Но когда этот город был основан, никто не знает. Кого бы я не спрашивал. Вечный город, друзья мои. И я тут тоже. Вечный город. Вечный город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мы с Олегом покупаем пуштунки для наших друзей, которые служили здесь. А своей дорогой жене подарок – паранжа. Вот не смейтесь, очень эротично. Замечательный исторический бренд. Наблюдая, как тонкий восточный шелк струится по телу, погружаешься в тайну воображения. А сквозь сеточку черные глаза горят, как звездное небо. Пожалуйста, ребяточки. Нифим, ты себе! Это английский револьвер, да? Вообще-то оружие в Афгане есть у каждого, как у нас зубные щетки. В местных лавках можно купить любое оружие в рабочем состоянии. Со всех войн, проходивших на этой земле. От греческих мечей и римских до калашей и винтовок М-16. Средняя цена где-то тогда была 100-200 долларов. Я за легкие деньги приобрел здесь сломанную саблю безымянного воина Чингисхана, тоже погибшего здесь, когда-то в этих горах. Вот чем замечательные афганцы воевали с нашей русской армией. Не менее замечательные, да, блин. Ну и стволы здесь, конечно. А вот бывший советский кинотеатр, а ныне ресторан. Хозяин его учился в военной академии генерального штаба. Неплохо говорит по-русски. Ну и, конечно, у него было все. Даже водка для своих. Мишка, вот он, шашлык. Вот она. Мишка – это мой друг Михаил Мурусанов, который служил в 22-й бригаде в 411-м отряде спецназначения. Ходили они десятками по горам, ловили духов, а духи охотились на них. Это я ему про шашлыки. Да? Давай, я тебе скажу. Дорогой Миша Мурусанов, вот это вот афганский шашлык. Я ем его за твое здоровье, дорогой. Спасибо. Хочу поднять за вас. Спасибо, что приехали к нам. Не побояясь в эту обстановку приехать. И то, что сегодня накрыли стол в честь вашего отъезда, надеюсь, будете вспоминать по прибытии в свой родной Питер. Спасибо вам огромное за наш приезд. Спасибо, друзья. На ремонт, кабульщину и афганщику. За кабульщину. Да. Спокойной ночи. Доброе утро. Хорошо? Хорошо? Хорошо. 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 Что ты хочешь? Что ты хочешь? Давай, да. Давай. А что, бакшиш-то там? Глаза старика тоже точные. Потерял ноги на войне. Рублей не возьмет. Самая тяжелая жизнь у женщин и детей. Женщины вообще в Афганистане фактически бесправные. 12% из них владеют грамотой. А детская смертность в Афганистане вообще на первом месте в мире. Все эти люди хотят уехать в эту страну. А вообще, скажу я вам, пока мы ездили и бродили по Кабулу, наши врачи из медицины катастроф и Центроспаса МЧС лечили людей, простых афганцев, от всяких болезней, достаточно уже экзотических для нас. Например, от брюшного тифа и проказы лечили от застарелых ран. Собирались у наших медицинских палаток тысячные толпы. Потому что при талибах медицина отсутствовала. Нам один врач рассказывал, что дал полуживому афганцу таблетку анальгиена. И тот на следующий день был уже весел и бодр. Эти чудеса объясняются тем, что этот мужик афганский никогда в жизни не принимал никаких лекарств. И вот таблетка анальгиена его подняла на ноги. Такие дела. Вечером мы дали концерт для наших дипломатов, врачей, женщин, спасателей, офицеров. Для всех, кто там тогда находился. Конечно же, бесплатно. Это уточнение для циников. Иду я на родину, пусть кричат у родина. А она нам нравится, спящая красавица. Сволочи доверчива, она к нам ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник! С нами память сидит устала, А в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, Посмотри на меня, не молчи. Крики-чайки на белой стене, А кольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне, И шепни на печенье. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Эти две машины, буханка и УАЗик, МЧС позже подарила двум министерствам Афганистана, Которым в свое время не досталось американских хаммеров, которые они дарили своим союзникам. Но, кстати, хаммеры через неделю сломались. Вышли из строя из-за некачественного афганского бензина. А наши машины до сих пор, я думаю, бегают по этим рваным дорогам. Вот перед вами город Кабул. Ну, что еще вам сказать? Очень хороший воздух, солнышко. Флаги русские развиваются опять через столько лет. Что я понял про Афганистан? Страна после этих всех войн еле живая. Добрые помыслы с оружием в руках порождают еще большее зло. Нужно им помочь как-то иначе, по-человечески. А это, друзья мои, процесс долгий. Как темные ночи в этих горах. Вот здесь будет баня. Отлично. Да, Сереж? Ну. Когда затопишь? Я сегодня вечером забирался. Сегодня вечером забирался? Конечно. Что-то мы рано, по-моему, усыпались. Я тоже о чем говорю, что рано. Хорошо. Прилетим еще. Понятно. Прилетим, обязательно попаемся. Когда? Ей будет возможность? Ну, будет, как даже знать, что баня готова, так сразу и летит. Когда мы уезжали, один афганец сказал мне на прощание. Вы, русские, нахлобучили нас коммунизмом, капитализмом, борьбой всяких строев, рабочим классом, Ленином, Марксом. Господи, да ничего это нам не нужно. У нас этого просто нет. У нас есть большой человек, старший, и маленький человек. Большой человек заботится о маленьком. Маленький, младший заботится о большом. Вот так мы и живем. Есть еще Коран, и это земля. Что еще нужно человеку для счастья? Я почему-то с ним спорить не стал. Збитые самолеты. Маленький, мальчик. Я не стал. Я стал. Уедилитый Christine Katровик. Здравствуйте. Маленький. Моан, emba. Да, где получаетсяunte. Все как беды, ты меня как елит и Simply Nga. У за кадр. Ты меня так и думаешь. У фран والес там кто правда называет. Сейчас я думаю. Это с своими словами. А все что обе. Понятно, было сказать. Хочется верить, что на эту землю придет мир и благоденствие для простых людей, граждан. Мирного неба тебя, Афганистан. Я увидел здесь удивительных, мощных, замечательных, любящих людей. Дай вам Бог всем света в конце этого туннеля. Субтитры сделал DimaTorzok